Доброе утро, Полтава! Сегодня вторник, обычная выездная планерка, но я не еду сегодня. Я сегодня выполняю просьбу журналистов независимых СМИ, я буду пробираться в недра горосполкома, буду искать, где наши недосягаемые чиновники. Будем делать этот проект, будем идти к недосягаемым, будем выяснять, недосягаемые ли они. И будем видеть все. Итак, на сайте горосовета горосполкома я выяснил, что сегодня принимает с 10 до 12 Виталий Юрьевич Никипелов. Ну, сейчас попробуем пройти, узнать, принимает, не принимает, как нам это удастся, попасть к нему на прием, не попасть. Сейчас все посмотрим. Доброе утро! Скажите, а можно попасть к Виталию Юрьевичу Никипелову? Можно. Сегодня у него приемный день, да? Без проблем, да? Можно. Так, смотрим время. Нас свободно пропускают и улыбаются. Спасибо. Так, можете еще раз встать? Второй этаж. Насколько я знаю, налево. Подходим. Здрасте. Доброго ранка. Кстати, Виталий Юрьевич сегодня принимает? Так, он принимает с 10 до 12 Виталий. Я немножко рано пришел. А у него по записи или как? У него без попереднего записи живочерком. Понятно. А часто он принимает? Каждый вторник принимает с 10 до 12 Виталий. Каждый вторник, да? Каждый вторник. Спасибо большое. Да, будем ждать тогда Виталия Юрьевича. А как думаете, примет нас без проблем? Да, случайно, да. Спасибо. В 9.55 прием начался, но посетитель попросил не снимать его почему-то. Это штыки бывают. Елья Анатольевич, значит, я вам рада дам. Нужна консультация, потому что, честно, я не знаю, пока куда случаться. Вот, а про прием очень серьезное. Я живу в доме двухэтажном, моно-квартирном, который относится к Срекос-Академии. То есть, что эти люди на балансе и, в том числе, котельные, которые отапливаются в Срекос-Академию. Все предыдущие годы отапливаны однажды. Учитывая, что сейчас начался этот пятный сезон, я вчера звонил Писаренко Василию Николаевичу. Это проверка по хозяйственной части, на предмет того, что когда они собрались встречать отоплив. На что он сказал, что отопления на этом вообще встречать не будут, потому что у них нет на этом отношений. Есть такая же неприемлемая информация. Соседи отзвучили, что вчера уже отрезали труды, которые должны быть, коммуникации, которые должны быть, идут к нашему. Понятно, что у меня трое детей, все прописаны в этой квартире. Кроме этого, еще там ученицов достаточно, порядка 15 еще квартир есть. Автономное отопление буквально в двух-трех квартирах. То есть, там есть и пенсионеры глубокие, есть люди с маленькими детьми. То понятно, что мы тут будем везде бороться за то, что мы каким-то образом домтопили тогда. То есть, даже ни в коей мере не предупредили заранее уже такие планы. Значит, тут есть такой нюанс. Значит, у нас заключены договора. Я копию договора взял с собой, заключены договора с Евроскадемием, но именно на предмет отопления. В прошлом году появились просто, как сказать, объявления на стенах, без каких-то там контактов, без реквизитов. Подписано просто администрацией, о том, что топить они не смогут. Но учитывая то, что у нас правовая страна, правовая государство, да, и есть договора, то я думаю, что такие объявления нужно делать не на стенах, конечно, где надо было писать, а писать какие-то официальные письма, да, расстрелять договора. Да, конечно. Потому что все это время, с нашего буквы, мы заразь можем спрямовать на саму агроменную поверну, и все звали, я хочу. Так. Да. А подруга, сейчас я двигаю его по формам. Мы готовы, как, все дома, готовы тоже все там, ну, как, написать и так далее. То есть это не только лично мое причинение. Это, по сути, керевництву Полтавской Державной Академии, на мой взгляд, они порушены на зенбурку в виде невиконанного договора. Это не есть представление, как начало аппарированного сезона, людей, особенно родины с детьми, поставить такие условия. И они обязаны вам, будут, разглядываясь, по сути, дать ответ. Ну, бюджет и завтра. Ну, добрый. Есть еще вопрос. Значит, а вот учитывая то, что, в принципе, два года назад город обращался к Северсакадемии взять на аналанс эту категорию, можно ли, допустим, это все сейчас опять возобновить? Потому что оно гораздо проще общаться с ответственными людьми, да, а не с безответственными. Хотя, вот я обычно даже не понимаю, есть категория, у них есть лечебные корпуса, у них есть общежитие для студентов. Они тоже их не будут отапливать. Вот видите, этот сезон. Ну, те, на данный момент я не могу. Ну, то есть я понимаю так, что если котельная работает, что-то отапливается, ну, почему не отапливается еще раз дома? Ага. Звучайно. Если там есть порядок, значит, какие-то коммуникации, что-то там перерасхватки, ну, давайте, ну, мы готовы, что-то конденсировать жизнь, да, потому что здесь мы участвуем, или, может быть, город поможет, чтобы навести порядок в сетях, эти, да, непосредственно. Я прошу прощения, я не поздоровался, так с нахрапа зашел, Виталий Юрьевич. Много людей приходит в приемные дни. Ну, каждого дня по-різному, но завжди в приемный день есть люди. Может быть, два человека, может быть, 10-12. Сейчас, приблизно с начала своей работы, я принял уже больше 100 человек. С какими чаще всего вопросами обращаются? Питания бывают разные. И скарган на противоправные действия соседей, что не всегда есть компетенция органического самоврядувания, но мы пытаемся, чем можно, допомогать, спрямовывать в различных органах. Иногда, скажем так, людей, дорогие власти, ведут не проблемы работы самих органов власти, а психологического плана проблем. Есть люди, которые потребуют допомоги, вселяк, в том числе и отримки эмоциональные. И, соответственно, правовые вопросы, в первую очередь, ну, и, несмотря на то, что это не моя компетенция, это одно и вопросы коммунального государства, так как вы не хотите. Дякую. Ну, я побуду с вами еще, не против. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Отец Максим Крилевский, представник Украинской греко-католицкой церкви. Вы пришли к Виталю Юрьевичу? Так, пришел заодно экологической миссией. Вы не против, если я с вами зайду и буду снимать вашу встречу? Спасибо большое. Я буду очень рад. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пане Виталю, много времени у вас не забрали. Еще хотелось с вами поспілкуватися, чтобы кількох таких вещей. Какие-то говорят, что они сегодня не интересны для нашего общества, потому что это важнейшая тема. Но мы все-таки пытаемся их как-то импоментировать, даже в тот тяжкий период, в котором сегодня происходит установление развития нашей страны. Я где-то, когда я видел, что это было в социальных мережах в Facebook, что были какие-то святыни, что вам все-таки экологическая миссия, а не я поедушу, в частности, в нашей Полтайе. Вот, я уже не пригадаю, что это было связано. Мы кілька таких сюжетов, я вижу, за вашей участью, где вы пытаетесь какие-то такие информационные меседжи посылать. Наше Соскрешуло трошки менялось. Что мы пытаемся сегодня делать? У нас, в нашей Церкви, створено такое бюро спектакля экологии. И, власне, мы пытаемся оттворить вот это все полотно, баченое, которое было, скажем, еще зарождено нашим митрополитом в Шептицку в межоевренный период и в післяоевренный период. Скажем, сам Шептицкий наш митрополит говорил, что те все угиддя, леса, поля, земли, и это все наше добро. И вы все вважаете, что мы должны за него хватить, и быть, действительно, нормальными, порядными, по-божему, господарями на своей земле. Я пригадаю, даже в 90-х годах мы еще нормально будем споживать воду где-то, даже с того самого края в Ултаве. А сегодня мы должны находиться цели очищения системы, для того, чтобы эту воду очищать. И нарекаем очень часто на президента, на премьер-министров, на уряд, на Верховную Раду, но не они приехали, и нам тут не сделали, знаете, поганые, поганые, генематические условия, или поройнували нашу экологическую систему. Это все результат действий, таких людей, которые живут, то есть нас самих. И так, знаете, что очень часто мы все-таки удивляемся где-то в Европе, как хорошо в Европе жить, то есть Польша, Силованчина, или, скажем, Испания, или Италия. И какая там чистота, как там люди дбают за эту экологию. У вас, скажем, когда мы ездили с такой экологической миссией, чтобы запозичить досвід в той самой Немеччине, это было два года назад, в кількості 15 священників из Украины и ехали, как можно сказать, как заповедь любви к своей Майкорщине и ближайше направиться. Ну, скажем, в святом письме формула, мне кажется, очень вдава, ну-ка, как это, святом письме. И словом, и словом. Так. Ну, мало бачить, что мы, да, как, знаете, війна, то она стимулирует певні таки социальні процеси, державо-отворчі процеси. Вот, навіть на Майдане, когда они расстрелялись, и сказали, что ты бог, что вы так расстреляли и тех молодых луц. Но сколько это мобилюзировало людей, которые, возможно, не против Майдана, но они вступили в добровольчие батальоны и в первые дни они умерли по плотам, чтобы враг не мог крутиться сюда. Так. Вот. Тому, знаете, это, как в святом письме, снова что-то говорит, пока зерна не умерла, она не даст плот. Вот. Смерть кого-то, вона может поменять очень много своих. Святомость на инцеллинации может поменять. Тому, дядька и вам. Я правильно говорю, что я не могу. Ну, без 20.12 я уже ушел, ждать особо нечего. Три посетителя было у Виталия Юрьевича, я видел. Два согласились, чтобы я снимал. Вы увидели. Ну, я зашел свободно, мне никто не запрещал. Можно записаться. У Виталия Юрьевича, кстати, он зам по юридическим вопросам, зам мэра. У него без записи можно попасть на прием. То есть положенное время, каждый вторник, с 10 до 12. Заходим, говорим здравствуйте, приносим свою проблему. Ну, он помогает чем-то. Ну, вот так вот. Завтра будет кто-то у нас следующий, я надеюсь. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok